вот так вот выглядит аэропорт в чикаго в пандемии народу не слишком много но и не слишком мало да вот так вот выглядит семья двумя детьми и вот моя маленькая путешественница у нас еще есть два багажа мы сделали уже чекин мы сейчас полетим в лас-вегас после лас-вегаса полетим в лос-анджелес через лос-анджелес полетим в гоналулу а в гоналулу потом полетим в молокай вот такой вот длинный слайд вот у нас коляски нету есть вот такой вот рюкзак рюкзак там ақпай ашуа а аккума бас керек куанны и Субтитры делал DimaTorzok С Лас-Вегаса в Лос-Анджелес Отдохнули, поспали в Лас-Вегасе И едем дальше На таком шатле приехали на наш терминал Она выглядит вот так Называется как-то голубая линия Это аэропорт Лас-Вегаса Ейди, терминал один Заходим один из самых последних Успели До вылета осталось 16 минут И мы самые последние Наш первый опыт Куда-то лететь с детьми Пока что мы справляемся Капитан Бин, можно сказать «hello»? Капитан Бин, можно сказать «hello»? «Американ Airlines now requires all customers to wear a face covering» Капитан Бин» Капитан Бин и кайт всем привет сегодня второй день нашего путешествия алоха из гонолола это город хонолола один из самых популярных мест в гавайи вот сегодня мы здесь остановились чтобы отдохнуть и мы на карантине мы не можем гулять не можем выходить даже покушать все нужно в номер заказывать мы вот застряли вот в такой вот красоте наш переезд продолжается как оказалось добраться до молока и оказывается нелегко вот уже второй день здесь мы заночуем бурюса завтра поедем уже в другой остров вот такая вот красота видите здесь лето в чикаго осенью же там мы в куртке ходили а сюда приехали уже восемьдесят шесть фаренгейтов на улице там океан за этими зданиями находится самый известный пляж вайкики а вон та гора это даймонд хэд есть очень классный хайкинг рейл очень классно все вспоминать смотреть но мы к сожалению не можем вам показать город изнутри потому что мы на карантине здесь действует 14 дней карантина поэтому мы даже из номера не выходили еду тоже в номер заказывали и сегодня мы полетим в молока и здесь сегодня мы отдохнули пришли в себя покушали и обратно в путь едем из гонолу в аэропорт сегодня мы полетим на на молока и в гавайских островах есть 8 основных островов и 6 из них обитаемые и два из них не быть необитаемые и один из самых маленьких островов это молока и мы в молока и поедем у нас эрлайн гавайи эрлайнс у них есть свои межостровные линии здесь допустим дельта american airlines или юнайт американские авиалинии не работает у них есть свои линии поэтому нужно покупать билет отдельно маленькие острова вот мы едем отдохнули поспали покушали наш тревел продолжается когда люди говорят гавайи в основном это либо остров луаху либо остров биг айланд самые туристические самые большие острова самый большой поток туристов приезжает именно в этот остров этот остров называется у аху а город гонолуа фонолуа мы здесь были когда-то гуляли по этому городу как в америке не чувствуется что-то здесь посередине тихого океана все развито все шопинги все все есть все ресторан это дорога в аэропорт мы сейчас выйдем на хайвей я еще что заметила здесь оказывается все машины в основном японские может быть дешево потому что япония не так уж далеко же и в основном машины приходят оттуда все лыгызи а и а об об все Он очень приятный. Акеан, вы кушаете? Акеан, я кушаю. Баллык, я кушаю. Аккурую, ты не кушаешь? Баллык, ты не кушаешь? Нет. Я кушаю. Аккурую. Аккурую? Баллык. Немон. Немон, да? Я кушаю? Аккурую. 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 Что мне понравилось, здесь инфраструктура очень хорошо развита. Неважно, насколько далеко находится от Америки. Здесь тоже Америка, но от Мейнленда. Здесь все развито. И вот думаю, если посередине океана, сделали вот такую вот инфраструктуру, построили вот такие здания. Мы же можем это сделать в Кыргызстане. У нас горная страна. Тем более, мы не находимся посередине океана. Можно строить вот такие вот дороги. Можно строить вот такие вот здания. Видите? Один из самых больших айваев в острове УА. И то, что мы заметили по приезду на Гавайи сразу, да? Здесь очень сильно соблюдают карантин. Мы вот вышли из самолета, допустим, и сразу всех проверили температуру и отправили в другой зал. Мы там заполняли какие-то бумаги, установили какой-то application. Потом заполнили там свой health care, как сказать, свои данные. И туда нужно каждый день заходить и делать check-in. И они еще прям каждый день по два, по три раза звонят каждому человеку. И по номеру, по телефону определяют местонахождение. Да, онлайн-трекинг делают. И прям при тебе они в аэропорту звонят и говорят. Вот, они проверяют номер, что номер работает. И по этому номеру, по телефону, да, по местонахождению они все проверяют досконально. Нельзя нарушать карантин. И то, что еще классно мне понравилось, те люди, которые находятся на карантине, они даже из номера не выходят. Еду прям доставляют до дома, до номера. И карантин здесь реально работает. Допустим, в Чикаго как было, когда говорили, что нужно сидеть на карантине, это было от человека, да. Если человек хочет сидеть, он сидит на карантине. А если вот человек не хотел сидеть, но он найдет выход, и он выходил, гулял хотя бы за продуктами и ходил. А здесь даже за продуктами оказывается нельзя ходить. Все нужно онлайн заказывать. И вдруг, если тебя поймают, что ты выходил на улицу, даже в маске и соблюдал social distancing, все равно тебя накажут. И штраф очень большой. И вот мы со вчерашнего дня, получается, на карантине. Мы, получается, взяли такси, поехали в отель. Из отеля вот сейчас едем в аэропорт, и сразу мы полетим в другой остров. И там уже будем сидеть еще 13 дней на карантине. Кроме этого, мы еще сдали тест на COVID-19. Даже если у нас тест отрицательный, пока что нужно сидеть на карантине. Вот. Я еще вам расскажу насчет этого. Что мы делали, как мы делали, как мы все это планировали, и обязательно с вами поделись. Мы переоделись, покушали, поспали. Едем дальше. Мы сейчас находимся в аэропорту Хонолуу. Аэрлайн, Hawaiian Airlines. Наш выход, оказывается, в Би-1. Идем туда. Походу, мы единственные будем. Почти единственные в самолете. Потому что вроде никого нету. Видите, все пусто. Гавайцы, оказывается, очень-очень хорошо соблюдают правила COVID-19. Social distancing. Sanitizing, допустим. Все. Вот моя маленькая путешественница. Эй, чимчик. Смотрите, даже птички здесь. Здесь почти нету кондиционера. Все находится вот так открыто, душно. Но приятно. Все натурально. Музыка. 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 находится в багаже и есть ли те вещи которые находятся вот в этом списке у тебя в чекине да в багаже если есть они все это заберут и законфискуют и уничтожат а если ты не укажешь и вдруг эти вещи найдутся у тебя на багаже очень большой штраф и плюс ты идешь в тюрьму поэтому здесь очень строго нельзя привозить какие-то семена фрукты овощи растения животные один из больших их самых главных пунктов здесь оказывается является змеи к удивлению в гавайских островах нету вообще змей и привозить сюда змею категорически запрещено и какой-нибудь вид рыб допустим кто-то решил привезти икру и разумножить то допустим здесь говорится что за это ты заплатишь 200 тысяч долларов штрафа и 5 лет лишения свободы на 5 лет уйдешь на тюрьму карпары получается поэтому вот я могу сейчас вам показать даже список что нельзя привозить и перевозить заполняли вот такую вот такую вот декларацию один взяла чтобы вам показать есть все настолько строго все тщательно проверяют они хотят сохранить свою природу такой вот экспириенс как я сказала смотрите никого нету походу в маленький остров мы полетим сами виде аэропорт почти что пустой сейчас вылетаем через 45 минут но никого нету вот уже по приезду сюда уже было заметно насколько здесь люди к релакс никуда не спешат не торопятся вот мы вчера допустим нам поменяли билеты время да и мы такие уже нервничаем торопимся говорим что вот мы опаздываем нужно бежать такие мы все на ногах они такие релакс ходят говорят it's ok типа не волнуйтесь поедете следующим рейсом и здесь все так просто и легко чуть-чуть осталось мы теперь у нас перелет этот перелет будет длиться 35-40 минут и мы уже будем на молокаи весь аэропорт весь терминал на ведь никого нету дети здесь гуляют обычно вот такие вот самолеты межостровные а так как мы летим на самый маленький остров у нас будет самый маленький самолет собачки проверяют наличие плохих вещей целый аэропорт наш там сидит наш пилот и наша стюардесса вот как я вам сказала да вот смотрите да нужно заходить идти дальше чтобы полететь в мейнланд мейнланд это америка все стартами реки играет а 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Молокай Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И нам отказали Субтитры делал DimaTorzok Который приедет через 15 минут И мы надеемся, что этот автобус поедет Именно на тот резорт, куда нам надо Наш резорт находится от 13 маилов отсюда в эту сторону Я поговорила с полицейским Я поговорила с полицейским Здесь на этом автобусе домой Здесь оказывается нету ни поездов, ни автобусов, ни такси Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мы, короче, приехали Нас здесь оставили Нас здесь оставили Окей К удивлению, к большому удивлению Нас бесплатно привезли Походу здесь автобусы бесплатные И сейчас мы ищем свой кондоминиум Мы сейчас смотрим Здесь 11.01 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok